История созидательного духа Тяньши. История пятнадцатая. Большая мудрость и великое развитие. Совесть — это врождённое свойство человека. Один из четырёх величайших предпринимателей Японии, Кадзуо Инамори, когда-то сказал, «Любовь и совесть — это две самые прекрасные вещи в человеческой природе». Его бизнес-философия также в полной мере выражает идею Ван Янмина о достижении непрерывного личного совершенствования в процессе единства действия и мысли. Стремиться стать совершенно мудрым значит прилагать все возможные усилия для того, чтобы реализовать в полной мере то, что велит тебе совесть. В понимании запрета прямых продаж, объявленного Государственным Советом КНР в 1998 году, господин Ли Цзинь Юань проявил честность, самопожертвование, альтруизм и служение стране. Он распустил свои дистрибьюторские структуры из трёх миллионов человек, потратил 170 миллионов юаней на выкуп возвращенной продукции, но завоевал репутацию честного предпринимателя и посадил здоровые семена для быстрого роста в будущем. Через год корпорация Тянь Ши решила активизировать усилия по развитию международного рынка и запустила план привлечения фениксов. К сотрудничеству пригласили представителей профессиональной элиты из разных областей. Во время выступления на мотивационной конференции в рамках новой маркетинговой кампании господин Ли Цзинь Юань сказал, «Маркетинговый секрет Тянь Ши – это и внутренний принцип вещей, существующий как подкладка у одежды, и их внешняя сторона – лицо. Подкладка – это порядочность, которая активизирует нашу внутреннюю совесть, высвобождает человеческий потенциал и излучает блеск человечности. Это любовь, честность и высокое чувство ответственности. А лицо – это наша внешняя вывеска, наш маркетинговый имидж. Личный имидж стоит миллионы, а корпоративный имидж стоит десятки миллиардов». В конце мотивационного мероприятия Ли Цзинь Юань раздал новой бизнес-элите своей компании продуманный имиджевый комплект, в том числе пурпурный костюм из пяти предметов бренда «Виктор» и «Ноутбук». А бизнес-лектором еще и диктофон и костюм-пятерку бренда «Спая». Новая бизнес-элита энергично окунулась в работу на рынках. Все происходившее можно описать словами. Когда все вместе – это костер. Когда разлетелись в стороны – звездное небо. Позже господин Ли Цзинь Юань ввел еще одно новшество. Тем представителям бизнес-элиты, кто делает лучшие продажи, он стал выдавать премию в виде автомобиля марки «Хонси» – «Красный флаг». С 1960-х годов эту легендарную марку могли использовать только должностные лица в ранге не ниже заместителя министра. Кроме того, она была частью дипломатического этикета для встречи особо важных гостей и была известна как государственный автомобиль. До настоящего времени премия «Элитный автомобиль» остается одной из главных наград корпорации, вдохновляющей звезд продаж как в материальном, так и в духовном плане. Вручение такой премии на всемирных праздничных конференциях вызывает гордость у самих звезд и вдохновляет зрителей на упорный труд во имя сияющей цели.